Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение. Процесс учебы в других регионах устанавливается согласно рекомендациям территориального Роспотребнадзора. Ограничения пока не коснулись учреждений среднего специального образования. По словам директора Магаданского политехнического техникума Руслана Федорчука, освоить рабочую профессию удаленно, без практики невозможно. Также руководитель обратился к студентам и их родителям с просьбой не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, чтобы сохранить возможность учиться в первичном формате. Уважаемые студенты, уважаемые родители, уважаемые жители города Магаданской области, я призываю вас носить маски и обрабатывать руки дезинфицирующими растворами в общественных местах. Это позволит нам сохранить наше здоровье и наши жизни. Это позволит нам сохранить образовательный процесс в полной мере. Мы тогда не будем уходить на дистанционную форму обучения и будем очно с вами общаться. Преподаватели вам будут рассказывать, показывать и предоставлять те знания, которыми они владеют. Во многих регионах нашей страны сейчас уже вводится дистанционный режим обучения за счет того, что мы не соблюдаем с вами масочный режим и не используем средства индивидуальной защиты. И поэтому, чтобы мы с вами могли дальше продолжать образовательный процесс, я настойчиво вам рекомендую носить средства индивидуальной защиты. Кроме учреждений среднего специального образования, удаленка не распространяется и на обучение в медицинских вузах по таким специальностям, как лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология и по направлению подготовки сестринского дела. Продолжение следует...